Здравствуйте! В эфире канала Россия итоговая информационная программа «События недели». Сегодня день медицинского работника. Врачей, средний и младший медицинский персонал, а также ветеранов здравоохранения Карачаева Черкесии поздравляет глава республики Рашид Тимрезов. «Безусловно, вы настоящие профессионалы, преданные своему делу и клятве Гиппократа, умеющие лечить и сострадать. Годы пандемии стали для медицинских работников настоящим испытанием. Общество высоко ценит ваш труд, а государство создает благоприятные условия для вашей работы. Сегодня на помощь медикам приходит современная техника, которая помогает быстро и эффективно проводить диагностику и лечение. За последние годы в Карачаево-Черкесии значительно укреплена материально-техническая база учреждений здравоохранения, существенно обновлен и пополнен парк спецавтотранспорта. По инициативе президента России Владимира Путина уже не первый год идет реализация программы по укреплению первичного звена здравоохранения. Строятся новые ФАПы в сельских надселенных пунктах, приобретается новое оборудование для районных больниц и поликлиник. Но даже в век высоких технологий бесценными остаются руки и душевная чуткость наших медицинских работников. Какова вероятность появления новой волны коронавируса? Готово ли Министерство здравоохранения дать отпор обезьяне и оспе, появившейся в Европе? Существует ли проблема обеспечения лекарственными препаратами в связи с санкциями? На эти и другие вопросы ответил министр здравоохранения Карачаева-Черкесии Казим Шаманов. На пресс-конференции побывал наш корреспондент Карча Беджеев. Одним из значимых итогов работы является то, что сегодня в республике 85 человек у нас вирусоносителей ковид, который амбулаторно лечится, и 7 человек всего лежит в госпитале. Если вы помните, то в пик у нас более тысячи человек лежало в госпитинах. И по-настоящему, вот я горжусь моими каменями, то, что эти два года, наверное, были одними из самых сложных для всей системы, да не для всей, для всей Карачаева-Черкесии, потому что глава республики взял на себя всю ответственность за то, что происходило и происходит по здравоохранению Карачаева-Черкесии. Он возглавил оперштаб. Я вам скажу, вот ежедневно, даже иногда два раза в день, я ему докладывал о эпидситуации в регионе. То же самое делали мои коллеги с Роспотребнадзора. А на сегодняшний день, я скажу, что, вот как министр здравоохранения, самый главный итог того, что любое оборудование, любые новые здания, они нужны только в том случае, если там работают настоящие профессионалы. Вот самый большой итог, что я могу сказать, что мне посчастливилось, я горжусь тем, что я возглавляю работу настоящих профессионалов в сфере здравоохранения. Могу назвать там, вот в городской больнице у нас было время, когда почти все реаниматологи заболели, осталось два реаниматолога. И у одного заболевание сердца от перегрузок второй, и когда один теряет сознание, второго просил, говорит, я там этот, и он говорит, я захожу, он на кушетке рядом с больными лежит, там, Эбзеев, Мамаев, там еще ребята другие, и когда они меняют друг друга, друг друга сутками работали, честно сказать, это, гордишься, что вместе с такими ребятами ты рядом работаешь. Я могу много перечислять таких фамилий. Вот сейчас идет спецоперация недалеко от нас. Я вам скажу, многие мои коллеги добровольцами записали, списки есть у нас, которые готовы поехать, помочь, и свой профессионализм и там показать, эти списки есть. Я же говорю, у нас нет проблем найти человека, который в трудной ситуации готов выполнить свою, опасной даже ситуации, готов выполнить свой долг. Когда начали вводиться санкции, хотя есть Женевская конвенция, что санкции не касаются медиземий, медицинских препаратов, оборудования, но любую санкцию можно, как бы, не касаясь медикаментов, ограничить логистику, что в самом начале у нас и было. Нам поставщики зарубежные, которые производители, говорят, пожалуйста, возьмите, а доставить на территорию России мы их не могли. Потому что все, железнодорожную не пускают, машины наши не ездят, за границу не выпускают, самолеты не летают, логистики. Как таковой была нарушена. Но, вы знаете, очень оперативно отработал Министерство здравоохранения Российской Федерации, Минпром Российской Федерации. Уже, несмотря на то, что многие хотели лицензию от нас, чтобы мы у них купили на производство тех или иных лекарств, которые были разработаны за пределами России. Все это стало производиться на территории России. Есть хороший китайский опыт, когда они ни у кого не спрашивают, а все, что надо, они у себя производят. Остались страны, которые дружественные нам. Это один из мировых лидеров производства лекарственных препаратов – это Индия. Один из лидеров по производству медицинского оборудования сегодня – это Китай, который под 2 миллиарда населения полностью сам себя обеспечивает всем медицинским оборудованием. Сегодня они на рынке представлены их товары для медицины. Да, есть узкие очень препараты, которые, вы знаете, для орфанных заболеваний, которые на весь мир одна фирма производит. Одна компания производит это лекарство на весь мир. Вот там задержки по поставкам в Россию. И обычно такие препараты завозит, наверное, одна компания в Россию. Одна компания производит, а одна компания не завозит. В принципе, это и логично, потому что это препараты, которые приобретаются прямыми закупами на территории России. Все это персонифицированные списки, они есть и в Минздраве России, для них поименно эти препараты завозятся. Вот с ними, да, проблема есть. Сказать, что мы, можно сказать, что это не вернется ни в коем случае. Постоянно штамп мутирует, постоянно появляются новые вирусы. Вот вы слышите, да, что там оспа и обезьян появился. Сказать, что дальше это не будет. Сегодня вот городскую больницу мы поэтому не закрываем. Там семь человек всего лежит у нас. Поэтому на всякий случай, вот сейчас же сезонный подъем гриппа идет, где гарантия, что сезонный подъем коронавируса не будет у нас в республике. Сейчас трудно сказать, к чему может привести и что нам ожидать завтра. Но постоянно сегодня мы проводим учения по особо опасным инфекциям. Вот те инфекции, которые сегодня считаются особо опасными, и которые Всемирная организация здравоохранения внесла в список, те, которые есть в природной очаге на территории Карачаева, Черкесии, я же говорю, мы проводили учения и в Малокарачаевском районе, и в Карачаевском, и в других наших районах. Примерно мы определили лечебные учреждения, не примерно, точно определили те лечебные учреждения, в случае чего, где сделать инфекционный госпиталь по особо опасным инфекциям, чтобы не пересекался больше ни с кем он. В принципе, у нас и маршрутизация, и планы, все это есть. И на случай коронавируса, не дай бог, если какой-нибудь новый штамм и подъем, я же говорю, у нас в пик было готово 1500 коек по республике, где весь коечный фонд, там 3400 с лишним коек, вы считаете, почти 50% коек у нас было готово для приема больных новой коронавирусной инфекцией. И я еще раз хочу сказать, и самое главное, у нас есть потенциал моих коек, и я уверен, что они справятся с этой задачей. Я уверенно могу сказать, что на территории Российской Федерации, в наших научно-пецедренских центрах уже разрабатываются вакцины, уже есть первые результаты по новым штаммам ОСПы, в том числе и ОСПы обезьян. Все эти разработки активно ведутся. Ну и я думаю, что мы наверняка будем готовы к этому. И видите, все зависит от контагенозности и заразности данного заболевания. Сегодня, если соблюдать все меры, как бы оно не настолько заболеваетесь, что даже там, где есть это заболевание ОСПы обезьян, она лавинообразно, как коронавирус, не распространяется. Как бы это регулируемый процесс, новые формы лечения. Вот у нас никогда не было лучевой терапии. Сегодня у нас стоит один из современных аппаратов, и к нам приезжают с других соседних республик для того, чтобы получить лучевую терапию. Химия терапевтическая, совсем другая служба отделения. Все скрининговые службы. Плюс у нас никогда не было столько рентгенаппаратов, маммографов, домографов, магнитно-резонансных домографов на территории. Вот сейчас еще один возьмем туда. Сегодня основные... И плюс федерация выделяет достаточное количество средств для поддержания онкослужбы. Также у нас в республике никогда не было своей кардиохирургической службы. Это было там... В 2012-2013 году, когда эти вопросы стали, создали кардиохирургический центр, потом сосудистый центр. Сегодня на базе сосудистого центра создан, никогда не было кардиодиспансер. Кардиодиспансер – это диспансеризация всех наших больных, которые нуждаются, у кого есть сосудистые патологии, сердечно-сосудистые заболевания. Строительство детского хирургического нового корпуса. Мы помним, что у нас это было в республиканской больнице. И так это... Чаще у нас уезжали за пределы республики оперировать детишек. Сегодня, я скажу, очень много людей к нам приезжает именно к нам оперироваться сюда, в новый центр, где очень хорошие операционные. Уже мы начали акцию поезда здоровья. Мы получили передвижные мобильные комплексы медицинские. Там и флюорограф, и рентген, и стомат-кабинет, и офтальмологические. Вот это все. Сегодня мы делаем поезд здоровья. И в районах, в тех населенных пунктах, где нет узких специалистов, этот вот выезжает, становится, и старается, и будем потихонечку вот так всю республику объезжать, обслуживать все районы, тем самым улучшив доступность медицинской помощи, особенно узкоспециализированной медицинской помощи для населения нашей республики. Проблема каждого региона – это высококвалифицированные кадры. Вот здесь, да, есть. А вот есть специальности дефицитные. Это вот и реаниматологи, анестезиологи, инфекционисты, фтезиаторы, специалисты, специалисты, еще раз повторяю, лучевой терапии, терапевты, участковые терапевты. Ну, это в разном населенном пункте нашей республики по-разному. Где-то укомплектованность больше, где-то меньше, где-то есть. Вакансии есть по ним. Я знаю моих коллег, всех без исключения с нашим профессиональным праздником. Я хочу вам всем пожелать здоровья, здоровья вашим семьям, здоровья всем, кого вы любите. Хочу пожелать, чтобы ваша работа доставляла вам удовольствие. Вы получали удовольствие от того, что вы можете оказать ту помощь, которую от вас ждут жители нашей республики. И также я хотел бы в этот день, раз меня будут слушать не только мои коллеги, пожелать здоровья всем жителям республики. В каждой семье, наверное, у нас в республике есть человек, который имеет отношение к здравоохранению. Поэтому я от вас всех я хочу своих коллег поздравить, сказать им большое спасибо за каждодневный ваш труд. Сейчас реклама, после продолжим. С 18 июня по 17 июля в Кисловодском цирке спектакль «Клоун», посвященный 100-летию Юрия Никулина. 2, 96, 58. А теперь я на 1. Умею и хочу учиться. Поэтому с 10 класса я в университете. Работаю с настоящими учеными. Заканчиваю школу нового типа в ВСКФУ и собираюсь стать студентом. Стать студентом. Хочу стать студентом. Прием в школу нового типа в самом разгаре. Обществу с ограниченной ответственностью в Ултам требуются операторы оборудования, электромонтеры, прессовщики, подавальщики. Черкесск, Пятигорское шоссе, 23, 8, 938, 038, 84, 37. Современная онкология активно развивается. Нам становятся доступны новые методы лечения. Однако ключевым фактором успешного лечения по-прежнему остается выявление заболевания на ранних стадиях. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания представляет Чебоксары. С 13 по 15 июля 9-й Всероссийский фестиваль «Человек и вера». Медиафорум о сохранении духовно-нравственных ценностей, культурных традиций страны. Приглашаем к участию журналистов теле- и радиокомпаний. Прием работ до 20 июня. Подробности на сайте чгтрк.ру Имя Героя России Генерал-майора Кономата Баташева присвоено Центральной площади города Карачаевска. Депутаты Думы Карачаевского городского округа единогласно проголосовали за присвоение его имени площади и за установку памятника Герою России. Напомню, что с такой инициативой во время церемонии прощания заслуженным летчиком выступил глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Наш земляк, генерал-майор Вооруженных сил Российской Федерации Кономат Хусеевич был профессионалом высочайшего уровня, мужественным и неравнодушным человеком, настоящим воином и патриотом своего отечества. Свою жизнь он посвятил авиации, был летчиком по призванию, потому что не мыслил в своей жизни без неба и самолетов. Он не мог остаться в стороне, если его профессиональные навыки были нужны Родине. Именно поэтому он записался добровольцем для участия в спецоперации на Украине. Наш земляк геройски погиб, защищая интересы России, полностью выполнив свою боевую задачу, отметил глава Республики Рашид Тимрезов. За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 1 июня 2022 года за номером 334, Карамат Хусеевич удостоен самой высокой воинской награды, звезды, героя Российской Федерации. Вернулись живыми и здоровыми. На минувшей неделе бойцы Росгвардии прибыли на Малую Родину, выполнив с честью и достоинством воинский долг спецоперации на Украине. На границе Карачаева-Черкесии их первыми встретила съемочная группа «Вестей». С места событий смотрите эксклюзивный репортаж Фатимы Дауровой. Сейчас мы стоим на границе Карачаева-Черкесии и Ставропольского края. Ждем бойцов Росгвардии с минуты на минуты, но больше всех их ждут, конечно, родные и близкие. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, с какими ожиданиями вы сейчас здесь стоите? Ой, мы ожидания. Ждем уже пятый месяц. Слава Богу, что наши все мальчики возвращаются. Мы очень-очень рады. Родные и близкие, друзья бойцов ОМОН и СОБРа Карачаева-Черкесии с раннего утра уже стояли на границе, предвкушая долгожданную встречу под аккомпанемент патриотических песен. Маленький Рома встречает папу не только с младшим братом и мамой. Мы пришли встречать с попугачком нашего любимого папу. Соскучились? Да. И вот вдалеке, в полуденном Мареве раскалённой трассы, показалась автоколонна. Буквально десятки метров до родной республики. Громкая «Ура!» и развивающиеся на ветру флаги встречают солдат Росгвардии. Всю дорогу, от границы до главного управления сигналы автомашин оглашали приезд долгожданных бойцов. Встречные водители отвечали им тоже, нажимая клаксон до упора. И вот уже открываются ворота в управление, и вся автоколонна заезжает в родные пенаты. Чётким строем росгвардейцы направляются на плац. Здесь их уже ожидают глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов, руководитель территориального органа Андрей Пархоменко, ветераны Росгвардии. Глава в своём выступлении отметил неоценимую помощь бойцов Росгвардии Карачаева-Черкесии по обеспечению безопасности нашей Родины. Поблагодарил командование и всех сотрудников за проявленное мужество и отвагу в спецоперации на Украине, а также семьи защитников за их поддержку. Для меня большая честь сегодня находиться рядом с вами и приветствовать живыми и здоровыми на родной земле. Я очень рад, что все бойцы управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии достойно и профессионально выполнили поставленные боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине. И самое главное, в полном составе без потерь вернулись домой своим семьям, родным и близким, которые, уверен, каждую минуту мы с вами были с вами, переживали и тревожились за вас. Знаю, насколько мужественно и профессионально вы защитили людей в Донбассе от жестокости националистических формирований. Я поздравляю вас с победой. Я не оговорился. Главная победа, которую вы одержали, это победа над собой. Я знаю, сколько пришлось выдержать, вытерпеть, вынести. А лозунг спецназа все знают. Победишь себя и будешь непобедим. Дорогие ребята, вы не победили. Считаю, что поставленная задача верховным главнокомандующим вами выполнена. За это вам огромное спасибо. Но не надо забывать, что у нас ждут еще путни, и задачи на местах тоже нужно выполнять. Считаю необходимым поддерживать боевую готовность, дисциплину и служить Родине в дальнейшем. Момент встречи бойцов и родных оказался самым эмоциональным. Родные военнослужащих рыдали на груди своих защитников. Слезы, которые невозможно сдержать. Вы гордитесь своим сыном? Да, да, очень-очень-очень горжусь. Все, всеми ребятами горжусь. Я не только всеми, которые были там. Всеми-всеми. Я молилась за всех. Мы с ней за всех, мы с Любой молились за всех. Чтобы они живы были, чтобы Бог всем пришли. Им только здоровье. На руках буквально несколько минут назад державших автомат сейчас убаюкивается малыш. Его еще не было, когда папа уезжал выполнять свой долг защищать мирных жителей. Таких же малышей, матерей, бабушек. И вот сегодня наградой для бойцов стала эта встреча с родными после опасной командировки. Фатима Дорова, Руслан Харченко, Вести, Карачаево, Черкесия. На этой неделе республика понесла невосполнимую утрату. Не стало старейшего преподавателя Института культуры и искусств Карачаево-Черкесского госуниверситета Магомеда Сусурановича Бастанова. Более полувека он учил студентов рисованию, открывая для них мир живописи. О жизненном пути мастера расскажет Шерифат Лепшокова. Магомед Бустанов стал легендой еще при жизни. Своим учителем его могут назвать несколько поколений студентов Института культуры и искусств. Тогда еще художественно-графического факультета. Из года в год мастер учил техники рисунка, наполняя красотой не только холсты, но и души вчерашних школьников. Мудрый учитель и добрый советчик. Он всегда готов был прийти на помощь не только в учебе, но и в житейских вопросах. Будущим художником говорил, знаний одной лишь техники недостаточно. В работах должны быть мысли, переживания автора. Нужно тонко чувствовать предмет изображения. Самому мастеру был близок пейзаж. Осенняя природа с ее богатством красок это то, что невозможно не любить, говорил Магомед Бустанов. Он много ходил на этюды, забираясь далеко в горы. Когда я ухожу, поднимаюсь выше, меньше суеты, меньше шума, меньше разговора. Как бы ты чувствуешь себя наедине с природой. Как бы диалог окружающей природы и со мной происходит мысленно. Любовь к искусству появилась в депортации, когда людям казалось не до красоты, выжить бы. Но в первом классе он впервые видит карандаш и уже не может с ним расстаться. Рисование займет все время. Природный дар мальчика заметят учителя, а по возвращении и ректор вуза в Карачаевске, позвавший его учиться. Открывался новый художественно-графический факультет. Будущий студент сам готовил помещение к учебному году, помогал убирать, красить стены. А спустя более чем полвека на них будут висеть картины мастера. В них легко считается его любовь к жизни, природе, людям. Может быть, поэтому коллегам Магомеда Бустанова так трудно свыкнуться с его уходом. Магомед Сесуранович очень светлый и добрый душечеловек. Он каждого своего студента просто любил и окружал огромным вниманием. Я как студентка то же самое все испытала, потому что знакома с ним с первого курса. Он настолько влюблял в себя, привлекал нас к занятиям изобразительным искусством, учил работать на пленэре. Это настолько светлый, замечательный человек, художник, что его будет просто сильно не хватать. Награждённым множеством наград Магомеда Бустанова было за 80. Но в нём не угасал интерес к жизни, красоте природы. Тёплый, интеллигентный человек. Он был окружён учениками, любящей семьёй и почитателями его таланта. Был великолепным художником, путешественник, можно сказать. Он не смотрел на какие-то препятствия транспортные, какие-то проблемы. По всей территории Карачаевчика есть самые красивые места. Если кто-то посетит, может, где-то под каким-то деревом найдёт этюдник. Наверное, это будет этюдник Магомеда Сусрановича. Он не носил с собой. Если он один раз пойдёт на пленэр, он, чтобы обратно не нести, он этюды свои нёс обратно, а вот этюдник оставлял там в надежде на то, что вернётся ещё раз туда. Он ждал это лето, чтобы вновь ходить на этюды. Теперь это будут делать его ученики. На 12-километровом участке подъезда к Черкесску начались работы по расширению дорожного полотна до четырёх полос. Строительная техника будет задействована на отрезке от съезда в село Садовое до пересечения улиц Ставропольской и набережной в региональной столице. Об этом сообщили в пресс-службе Упырдор-Кавказ. Подробности расскажет Артур Мхце. Этот пока ещё двухполосный участок автодороги, берущий начало у восточной окраины Черкеска, давно нуждался в расширении, поскольку уже не справлялся с транспортной нагрузкой. И с апреля текущего года дорожные строители по заказу Упырдор-Кавказ приступили к фрезерованию изношенного покрытия и подготовке земляного полотна к переустройству и обновлению коммуникаций. В настоящее время задействованы более 30 единиц спецтехники и около полусотни рабочих. Дорожные работы развернуты на отрезки от съезда в село Садовое до пересечения улиц Ставропольской и набережной столицы Карачаева-Черкесии. В местах производства работ движение организовано по двум полосам, по одной в каждом направлении. Напомню, что в прошлом году до четырёх полос расширили соседний 14-километровый отрезок от моста через Смертную Балку до съезда в село Садовое. Помимо основного комплекса работ дорожники отремонтируют около 70 пересечений и примыканий. Во избежание размыва элементов проезжей части будут заменены отдельные коммуникации, а встречные потоки разделят тросовым ограждением по оси проезжей части. Также предполагается модернизация одного существующего светофорного объекта и установка девяти новых. Кроме того, на протяжении обновлённого отрезка трассы поставят более 750 дорожных знаков и нанесут разметку светоотражающим термопластиком. Согласно планам в эксплуатацию, участок будет сдан до ноября 2024 года. Артур Мыхце, Вести, Карачаево-Черкесия. В рамках празднования 100-летия Карачаева-Черкесии в республиканской столице наградили представителей творческой интеллигенции. Торжественная церемония прошла в Республиканском колледже культуры и искусств в имени Аслана Даурова за вклад в развитие и укрепление взаимопонимания, дружбы и межнационального согласия между народами Дагестана и Карачаева-Черкесии наградили двух наших земляков. Так, почётный знак Министерства по национальной политике и делам религии Республики Дагестан получила заслуженный деятель культуры Карачаева-Черкесии Зарема Карданова. Благодарственное письмо представительства Республики Дагестан в Карачаево-Черкесии получила и наша коллега, корреспондент редакции на черкесском языке ГТРК Карачаева-Черкесия заслуженный журналист Республики Зарема Карданова. Я люблю самое главное Дагестана, самый главный алмаз – это люди. Там уникальные люди, об этом постоянно говорю. И сегодня ещё раз подтвердили они, что они действительно это уникальные люди, уникальной земли Кавказа. Я хочу сказать большое спасибо представительству правительства Дагестана. Черкесск имеет такие давние традиции, не дадите соврать, Белгород и Черкесск – побратимы города. Пештера – болгарский город, и Черкесск – побратимы города. Знаменитый наш район, в бытности его назвали в честь болгарского города. Так и Кавказ умеет и любит дружить. Большое вам спасибо, честь вам, что оба наши правительства уделяют такое внимание дружбе между народами Северного Кавказа. Конно-спортивные состязания с участием более 70 наездников провели в Карачаево-Черкесии в рамках празднования Дня России 100-летия республики. Какие призы были разыграны и кто стал обладателем самого главного, расскажет Карчабиджиев. Один из самых интересных видов спорта – скачки. Именно конно-спортивными соревнованиями отметили День России на территории Республиканского ипподрома. Было проведено 6 заездов, 5 из которых на лошадях чистокровной английской верховой породы и один заезд на рысаках и на охотцах. Дистанции заездов разные – от 1,5 до 3,5 тысяч метров. Призовой фонд – от 100 до 250 тысяч рублей. На кону главный трофей – от Рашида Тимрезова – миллион рублей. Благодаря Рашиду Параспевичу, главе Карачаево-Черкесской республики, мы проводим это мероприятие. Приз, кубок, денежное вознаграждение и сертификат. Действительно, это тот праздник, который объединяет народы не только нашей республики, но и всей страны. Все шесть заездов были приурочены к определенным знаменательным датам. Первый – ко дню России, на дистанцию 1200 метров. Победителем стал жакей Ильяс Буздов на лошади Мисс Кэпитал. Заезд в честь защитников Отечества на расстояние 1400 метров принес победу Иналю Хакунову и его кобыли Шаи. Приз к 65-летию возрождения карачаевского народа выиграл биотоп под управлением Далима Биджиева. В заезде приуроченному к столетию Карачаевой Черкесии на дистанции 1600 метров лидировал Руслан Семенов с Атирфом. Ну а главный приз на расстоянии 2000 метров достался опять же Руслану Семенову, но уже с другой лошадью по кличке Золотоискатель. А в честь дружбы народов на дистанции 3600 метров всех обошел маэстро со всадником Далимом Биджиевым. Ощущения, конечно, хорошие. Радостные. И вообще с удовольствием я даже не ожидал, что вот так легко выиграю. Приятным дополнением к мероприятию стала концертная программа с участием артистов республики. Карча Биджиев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия, Джигутинский район. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова С 18 июня по 17 июля в Кисловодском цирке спектакль «Клоун», посвященный 100-летию Юрия Никулина. 2, 96, 58. А теперь я на 1. Умею и хочу учиться. Поэтому с 10 класса я в университете. Работаю с настоящими учеными. Заканчиваю школу нового типа в А.С.К.ФУ и собираюсь стать студентом. Стать студентом. И хочу стать студентом. Прием в школу нового типа в самом разгаре. Общество с ограниченной ответственностью в Ултам требуются операторы оборудования, электромонтеры, прессовщики, подавальщики. Черкесск, Пятигорское шоссе, 23, 8, 938, 038, 84, 37. Современная онкология активно развивается. Нам становятся доступны новые методы лечения. Однако ключевым фактором успешного лечения по-прежнему остается выявление заболевания на ранних стадиях. Уважаемые граждане! Доводим до вашего сведения, что на территории Карачаева Черкесской Республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28 00 56 или оформить электронное обращение на сайте gubkcr.ru